Братья и сестры, несмотря на то, что сегодня 8 декабря, мне очень нравится, что в нашей церкви достойно отмечают великий праздник рождения Господа Иисуса Христа, приход в этот мир. Наш дом молитвы прекрасно украшен. Я благодарен всем, кто трудился, чтобы он был прекрасно украшен. Мы поем об этом, мы уже проповедуем об этом. Братья и сестры, я верю, что наш Господь, который оставил славу неба, тот, который пришел на ту землю, умолившись совершить план искупления, достоин того, чтобы о нем проповедовали не только 25 декабря, правда? И у нас будет что сказать, будет что спеть, будет что проповедовать у братьев. Я верю, что Господь обильно благословит нашу церковь, эти последующие служения. Вы знаете, кто посещает наше собрание регулярно, и прошедшие месяцы Господь позволил нам чуть ближе смотреть на образ Бога Отца. Мы в нашей церкви проводим учения, и мы хотим, чтобы наша молодежь, мы сами, взрослые, наша церковь стояла на библейской позиции, чтобы мы правильно понимали Писание, правильно понимали Бога, относились правильно к Нему, поклонялись, исповедовались, чтобы наши дети спасались правильно, так как говорит об этом Писание. Поэтому мы смотрели на Его божественную сущность, на Его природу, мы рассматривали Его природные божественные атрибуты, мы смотрели с умилением на непостижимую тайну Святой Троицы, как этот единый Бог может представлен в трех лицах, Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Нам трудно действительно понять эти глубокие истины. Нужно сказать, братья и сестры, что наши возможности человеческие весьма ограничены в познании Бога, согласитесь. Мы только где-то, знаете, приближаемся, как апостол Павел, смотрим, как сквозь тусклое стекло. И Бог открывается, братья и сестры, настолько Он Сам может нам открыть, вот настолько мы можем и понять Его, увидеть Его, увидеть Его славу, увидеть Его личность, увидеть Его действия. Иисус Христос – это уникальная личность, согласитесь. Несмотря на то, что мы находимся, 2019 год заканчивается, человечество перешло в третье тысячелетие. Много вопросов и сегодня в современном мире задают, а кто такой Иисус Христос? А кто Он был до Своего воплощения, до Своего рождения? Почему Иисус пришел на землю так, как Он это сделал, в образе человека, родившись, как рождаются младенцы? Зачем Он явился в этот человеческий род, жил среди людей и умер на Голговском кресте? И почему Библия утверждает, что спасение возможно только через Иисуса Христа? Их вопросов очень много, их нужно отвечать людям, потому что много людей еще не знает по-настоящему Господа. Тема моей сегодня утром проповеди называется так – «Откровение Бога в Сыне». Откровение Отца в Сыне, текст Священного Писания, который хочу вам предложить для нашего общего назидания в это утро, будет Евангелие от Иоанна, 1 глава, 1, 18 стих. У кого есть Библия, давайте откроем нашу Библию. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 18 стих. Здесь звучит так этот текст – «Бога не видел никто, никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». В этом тексте есть три мысли, которые я хотел бы сегодня, в это утро поделиться со всеми нами. Братья и сестры, желание увидеть Бога, приблизиться к Богу, прикоснуться, образно говоря, почувствовать Его дыхание, существовало и существует во все времена. Может быть, это неосознанно, но каждый человек стремился, особенно праведники Ветхого Завета, которые любили Бога, они хотели увидеть Бога. Я хотел бы, чтобы мы сегодня очень кратко рассмотрели некоторые примеры Ветхого Завета. Правильно ли Иоанн утверждает о том, что Бога не видел никто и никогда? Давайте вспомним сейчас историю особой личности Ветхого Завета. Это Моисей, которого Господь особо избрал, приблизил, имел особые отношения с ним. У кого есть Библия, давайте откроем книгу «Исход», 33 главу. В 17 стихе записаны следующие слова «И сказал Господь Моисею, и то, о чем Ты говорил, я сделаю, потому что Ты приобрел благоволение в очах моих, и я знаю Тебя по имени». Вот такие особые отношения мы видим сложились между Богом и Моисеем. Обратите внимание, реакция Моисея на расположение Бога. В 18 стихе он говорил, Моисей сказал, покажи мне славу Твою. Другими словами, Господи, вот откройся больше, покажи мне себя, чтобы не видеть Тебя, кто Ты есть по-настоящему. Обратите внимание, как Бог отвечает Моисею с 19 стиха. «И сказал Господь, я проведу при Тобою всю славу мою и провозглашу имя Еговы при Тобою, кого помиловать – помилую, кого пожалеть – пожалею». И потом сказал он, обратите внимание на эти слова, «Лица моего не можно увидеть Тебе, потому что человек не может увидеть Меня и остаться в живых». То есть Бог объясняет творению Своему человеку, Моисей, Твое желание хорошее, но лица моего Ты не можешь увидеть, потому что человек не может увидеть Бога и остаться в живых. Разумно, здраво, правда. Как-то вспоминается один пример в школе, во времена атеизма, когда учителя иногда высмеивали учеников, кто был, застал это время. Одна из учителей спрашивает ребенка, мальчика, я не знаю, сколько лет было ему, 10-12, говорит, «Как ты можешь верить в Бога, которого ты не видишь?» Он говорит, «Очень просто». Был солнечный ясный день, большие окна в советской школе, он говорит, «Посмотрите, пожалуйста, на солнце». И дети повернули лица свои, говорит учительнице, «Смотрите на солнце». Она говорит, «Я не могу смотреть на солнце, оно слишком яркое и заслепляет мне глаза». Удивительная мудрость Господь дал ребенку. Вы не можете осмотреть на солнце, маленькое творение Божие, как вы можете видеть Творца, который сотворил это солнце, всю вселенную. Поэтому Господь объясняет, но обратите внимание, Господь идет навстречу Моисею и объясняет ему, как это произойдет. Он говорит следующие слова, «И сказал Господь, 21 стих, «Вот место у меня, стань на этой скале, когда же будет проходить слава моя, я поставлю тебя в расселение скалы и покрою тебя рукою моею, доколе не пройду. И когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, и лицо мое не будет видно». Братья и сестры, потрясающая картина, если бы мы могли увидеть всю эту картину, представляете, какой Моисей, где Господь ставит его, как маленького, знаете, какого-то скульптуру, какого-то маленького-маленького ставит где-то в скале, и Господь говорит, «Я закрою рукою это место». И тем не менее, он дает возможность приблизительно почувствовать дыхание, увидеть славу, увидишь меня сзади, а лицо мое не будет видно. В свое время один из людей, который жил в Новом Завете, ученик Господа Иисуса Христа, когда-то задал Иисусу Христу такой вопрос. В 14 главе Евангелия Теана, 8 стих, имя ему Филипп, он сказал, обращается к Иисусу, говорит, «Господи, покажи нам Отца и довольны для нас». Вот желание у него тоже было, «Господи, покажи нам Отца, мы знаем Его ответ Иисуса Христа». И мы об этом чуть позже будем говорить сегодня. Но я хотел бы обратить внимание, братья и сестры, два человека, жившие в разные времена, Ветхий и Новый Завет, желали увидеть Отца, увидеть Бога, увидеть Его славу. Давайте попробуем немножко понять желание Моисея, желание Филиппа и с утверждением Иоанна, что Бога не видел никто никогда. На первый взгляд такие слова могут вызвать как бы недоумение, потому что, братья и сестры, мы встречаем опять в Священном Писании некоторые события, когда люди говорили, «Я видел Бога». Ну, давайте вспомним пророк Исаия, которому Господь тоже приблизил особая благословенная личность. И вот 6 глава, 5 стих, помните, первый стих, он говорит, что «В одни царя смерти Озии видел я Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенном». И там открывается дальше вот образ Бога, какого он видел, и эти херувимы, которые наполняли, и слава, которую наполняла храм, и состояние пророка Исаия, горе мне, погиб я в 5 стихе, он говорит, «Ибо я человек с нечистыми устами». И дальше «И глаза мои видели царя Господа Саваофа». Неужели ему показалось, неужели это был сон, неужели это было видение? Он видел действительно. А вот свидетельство патриарха Якова, книга Бытие, 32 глава, 30 стих. «И я видел Бога», он утверждает, «лицом к лицу, и сохранилась душа моя». Я видел Бога, говорит, «лицом к лицу», и при этом даже сохранилась душа моя, то есть жизнь его сохранилась. А говоря о своих близких взаимоотношениях с Моисеем, о котором мы сейчас упоминали, Бог говорит о нем так, книга Числа, 12 глава, 8 стих. «Их устами к кустам, говорю я с ним, и явно не в гаданиях, и образ Господа он видит». Как же понять нам эти все стихи, братья и сестры, несмотря на столь яркие свидетельства, мы должны понимать, что ни Моисей, ни пророк Исаия, ни Иаков не могли видеть Бога во всей его славе, во всей его силе, во всей его сущности, где бы они сказали «да». Вот видите, вот это Бог. Помните, когда-то Соломон воскликнул «Господи, небо и небеса не вмещают себя». Как же я поставлю для тебя вот храм этот, жилище для тебя? И Господь, когда Он говорил израильскому народу, когда Он давал завет, Он говорил им такие слова, подчеркивал, глаз слов вы слышали, Второзаконие, 4 глава, 12 стих. Но образ не видели, а только глаз подчеркивает Бог. И давайте вернемся в Новом Завете. Апостол Павел Тимофею пишет свое послание, в первом послании Тимофея, 6 глава, 16 стих. Он утверждает «Единый, имеющий бессмертие, который обитает не в преступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может». Братья и сестры, это утверждение. Ему честь и держава вечная. Аминь. То есть истина так. Братья и сестры, по одной причине, прежде всего, что мы творение Божие, мы люди во плоти, мы не способны увидеть Бога, как я подчеркиваю, во всей Его славе, во всей Его силе, во всем Его превосходстве, братья и сестры, непостижимой, если Он наполняет всю вселенную. Это одна причина. Вторая причина, братья и сестры, та, которая, помните, случилась трагедия в Едемском саду. И то время, когда Господь приходил беседовать в прохладе, беседовал со Своим творением, чистым, невинным, негреховным, образовалась вот эта пропасть, образовалась стена, образовалась преграда, и Господь приходит и уже ищет Адама. Адам, где ты? Адам, прятавшись, потому что грех разделил Бога с человеком. Братья и сестры, вторая причина – греховность человека, не позволяет увидеть славу и святость во всей полноте Бога. Братья и сестры, но Господь не прячется. Господь ищет человека. Господь хочет открыться. И это была цель, одна из целей Господа Иисуса Христа, придя на эту землю. Поскольку мы сегодня говорим об откровении Бога, Отца в Сыне, давайте кратко посмотрим на Личность Иисуса Христа до Его воплощения. Братья и сестры, задавали ли вы себе вопрос, кем был Иисус Христос до Своего воплощения? Кто Он был? Где Он был? Каким-то образом Священное Писание нам об этом говорит в нашем стихе, который мы прочитали, 18 стих Евангелия от Иоанна. Если можно, братья, снова откройте. Вторая часть звучит так, обратите внимание. Бога не видел никто никогда, об этом мы сейчас говорили, и мы верим, действительно, это так. И вторая мысль, которую Иоанн говорит, единородный Сын, сущий в недре Отчим. Очень достаточно сложный текст Писания для понимания. Я просмотрел все переводы, которые возможны для того, чтобы немножко глубже понять вторую часть этого стиха. Сущий в недре Отчим. Что это значит? Переводы говорят следующее. Прибывающий с Отцом, который находится у самого сердца Бога. Или прибывающий не в недре, а прибывающий в лоне Отчим. Слово лона Отца. Простите, острые, давайте вспомним краткую историю, что нам лучше понять. Помните, умер Лазарь и был отнесен ангелами куда? На лонова Авраама. И помните, когда происходит делок богача с Авраамом, который говорит, что попал сюда и просит, чтобы он послал, как бы, там пять братьев моих, да, пошли, чтобы они не пришли в это место. Он говорит, что он находится здесь и ныне, он на лоне Авраамова, есть слово такое, утешается. То есть это место лона Авраама, где люди, ветхозаветные праведники, которые умирали, находятся там. И они, говорят, утешаются здесь, это хорошее место. Мы можем слышать еще слово такое, быть на лоне природы. Знакомо, да? То есть это на хорошем каком-то месте, хорошем, удобном, где люди наслаждаются. Или в нашей традиции этого нету. Братья и сестры, католическая церковь иногда употребляет это слово, быть в лоне церкви. Находиться в лоне церкви, то есть находиться в заботе, иметь особую какую-то привилегию. Братья и сестры, вот это единородный сын сущий в лоне или в недре отчим говорит нам о том, что символ нежности, материнской заботы, находиться близко у груди матери или отца, если вот по-человечески, братья и сестры, говорить об этом. Помните, Иисус Христос, Евангелие от Иоанна, 14 глава, 10 стихе, он говорил так, «Разве ты не веришь, что я в отце и отец во мне? Верьте мне, 11 стих, что я в отце и отец во мне». То есть в очень близких отношениях находится со своим Отцом Небесным. И есть очень интересный стих в послании Колоссянам, 1 глава, 15 стих, когда Господь Иисусе Христе, он говорит, что «Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари». И возникает вопрос, неужели в Иисусе Христа было какое-то рождение? Я не имею в виду физическое рождение, о котором мы Рождественным будем отмечать и говорим. Какое-то духовное рождение, братья и сестры, нет. Я исследовал вот эти вопросы, этот момент. Мы не находим в Священном Писании, чтобы у Иисуса Христа какой-то было в вечности, момент какого-то рождения. Находясь в недре или в лоне отчим, это не говорит, что в какой-то момент Христос был невидимым, потом Он стал видимым. Это противоречит, братья и сестры, всему пониманию истинства Священного Писания. Почему? Потому что вначале было Слово, и Слово было где? У Бога. И Слово было Бог. Иисус Христос всегда был, находился, будучи Богом и Сыном Божьим. Дальше, когда мы смотрим 16 стих, обратите внимание, 16 стих этой же. Ибо им создано. Кем создано? Христом. Об Иисусе Христе сказано. Ибо им создано все, что на небесах и на земле. Видимое и невидимое. Престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, все им и для Него создано. Иисусом Христом Христос является, участвует активно в Божьем создании, в творении этой вселенной. Не все могут согласиться с этой истиной. Понимаю, рожденный прежде всякой твари не имеет отношения к рождению. Иногда синодальный перевод Библии не всегда правильно передает глубину и сущность данного текста. Это означает, что Иисус Христос, Сын Божий, по вечному родству со Своим Отцом. Это титул, говорящий о первенстве, по положению, а не по времени. И беспрекословно мы читаем великое благочестие тайна. Бог явился воплоти. Если Он Бог, и мы утверждаем Иисус Христос, Он Бог, у Него не было момента, где Он бы вдруг стал существовать. Понимаем, да? Потому что все через Него начало быть. И без Него ничто не начало быть, что начало быть. Итак, мы видим Иисуса Христа как великого и вечного Бога, который участвует вместе с Отцом, Духом Святым в творении. В богословии есть один термин, который называется теофония. Тео – Бог, фония, буквально в переводе – явление. Бога – явление. И он используется для Ветхого Завета. Скоро мы будем отмечать Бога воплощения, праздник Рождества. А теофания – это Бога явлений. И в Ветхом Завете есть некоторые события, связанные с явлением Иисуса Христа. В Ветхом Завете. Когда мы смотрим некоторые, очень много их примеров. Я просматривал тексты, хочу остановиться только буквально на несколько. Пример, помните, книга «Судей», 13 глава, 17-18 стих. Речь идет о том, что приходит ангел Господень к родителям Самсона, чтобы дать определенную информацию о рождении сына. И там встреча идет и сказал «Маной ангелу Господней, как тебе имя, чтобы нам прославить тебя, когда исполнится слово твое». И 18-й стих звучит так. «Ангел Господень сказал ему, что ты спрашиваешь об имени моем. Оно какое, братья и сестры? Оно чудно. Оно чудно. Пророк Исаия провозглашает и нарекует ему имя чудный, чудесный, замечательный». В жизни патриарха Иакова есть события, связанные с этим чудным ангелом Господним. В жизни Авраама было два критических момента, когда Господь устрелял Содом и Гоморру. Это Бытие, 18 глава. Мы не будем останавливаться. Просто даю, как для размышления. Когда ангел в последнюю минуту спас Исаака от смерти, когда у него было. Хочется вспомнить, помните книгу Даниила, когда три юноши бросают в печь огненную. Вы помните, да? И вот свидетельство мы слышим в книге Даниила, 3 глава, 24-25 стих. «Вот я вижу четырех мужей, несвязанных, ходящих среди огня, и нет им вреда. И вид четвертого подобен кому, братья и сестры? Подобен сыну Божьему». 25 стих. «Четвертый подобен сыну Божьему». Возникает вопрос, а почему не мог? Бог, Бог Сын, прийти туда и находиться с ними, раз виден, подобен сыну Божьему. У нас нет основания утверждать, что нет. И много других моментов Священного Писания, вот эта теофания, Богоявления, когда Иисус Христос был явлен, только не в том образе, привычном для нас, новом заветнем, когда мы знаем Его как Сына Человеческого, который родился. А в Ангел Господень, свидетельство Ветхого Завета, свидетельствует нам пророчество, книги о Иисусе Христе. Книга Бытие свидетельствует о Иисусе Христе и о Его приходе. В текстах Пятикнижия Моисея мы находим прообразы и свидетельства. Книги Псалмов, книги Притчев, книги пророка Исаия, книги пророка Даниила, книга пророка Захарии. Эти книги свидетельствуют о том, что в мир придет Спаситель. Поэтому можем утверждать, что Иисус был прежде Авраама, Он утверждал, прежде Моисея, прежде создания мира, Он был в начале, Он был одней вечных, Он будет существовать во веки веков, и Царство Его не будет конца. Братья и сестры, это вот тайна, которую нам Священное Писание как бы приоткрывает немного. А что было с Ним? А кем Он был? Как Он являлся и приходил ли к людям? Поэтому, обращая внимание на эти тексты Священного Писания, мы можем говорить «да». И последняя мысль. Цель Иисуса Христа, одна из Его миссий прихода Иисуса Христа на земле. Единородный Сын, который сущий в недре отчим, в лоне, соединенным с Отцом неразрывно, Он явил Отца. Он явил Бога. Это очень потрясающая мысль, братья и сестры. Мы будем помнить, что, когда будем размышлять ближе на празднике уже Рождества Христова, будем помнить, что Христос пришел на землю с целью явить нам Небесного Отца. Потому что все ветхозаветные люди, которые жили, которые до прихода Иисуса Христа передавали, которые имели где-то какие-то отношения, встречу, то, что мы сегодня немного смотрели, невозможно было, не имели полного понимания и откровения об Отце. Евангелист Матфея, 11 глава, 27 стихе, цитирует, говорит о Господе Иисусе Христе, который говорит так, «Никто не знает Сына, кроме Отца. И Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». По-настоящему, братья и сестры, если бы у нас было вот желание, говорит, Господи, кто же нам может открыть Отца, какого Он есть на самом деле, то у нас есть ответ, есть Сын, который знает Отца и который хочет открыть. Братья и сестры, я могу авторитетно, глядя на тексты Писания, четырех евангелистов, мы можем смело утверждать, что вся жизнь Иисуса Христа была посвящена тому, чтобы открыть Отца. Это было очень важно для Христа. Представляете, Его состояние, так по-человечески говоря, Иисус Христос возвращается, выполнил миссию свою, искупительную миссию, возвращается к Отцу в славе. И Он понимает, что люди не поняли, не открыт до конца. Где-то Он остается закрытым, таинственным, страшным, может быть, знаете, где люди воспринимали вот эта черта, которую Бог сказал Моисею, проведи ее на горе Сина, и кто переступит, что произойдет? Смертью человек умрет. Показывает вот это ограничение, святость Божью. Иисус Христос, братья и сестры, живя на этой земле, открывал людям Отца, открывал ее в Нагорной проповеди. Вчитайтесь в эти строки Священного Писания, где Христос проповедует в Нагорную проповедь и всегда подчеркивает, да будете сынами Отца вашего Небесного, и так будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. В этом Он открывает своего Отца. Христос открывает Небесного Отца в притчах. Давайте вспомним притчу о блудном сыне. О чем эта притча? О том Отце, любящем, заботящемся, который потерял своего сына, который ушел из дома. Он показывает его образ, который идет навстречу, который смотрит, который бежит навстречу, падает на грудь своего сына, принимает и прощает его. И Он хотел, Иисус Христос, смотрите, каков Бог по-настоящему. Он показывает его образ в потерянной овце, который оставляет 99 и тоже идет искать. И когда находит, возвращается в притче или в притче о Драхме, и там всегда есть пир, есть радость. Говорит, такая бывает на небесах радость об одном кающемся грешнике. Друзья, Христу смог, Христос смог, Он блестяще это открыл своего Отца. Христос, помните, когда попросили Его, научи нас молиться, как Иоанн научил своих учеников. Помните начало молитвы? Молитесь же так. Отче наш, у нас есть Отец. Братья и сестры, всякая молитва, когда мы молимся, братья и сестры, мы прекрасно сознаем, что есть Отец. Или как апостол Иоанн и апостол Павел пишут в послании Галатам, Авва, Отче, послал Духа Святого, Который в сердца нашим вопиет, Авва, Отче, Папочка, самое дорогое, самое близкое, Отец есть. Христос открывает Небесного Отца в Его клюви к людям. Иоанн, 6 глава, 39 стих. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он дал мне, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Он говорит, смотрите, Бог не желает смерти грешника. Отец, который послал меня на эту землю, Он не желает смерти. Его воля есть та, чтобы Он дал мне людей, ничего не погубить. Он хотел, чтобы в людей сохранилось и правильное отношение к Отцу, когда Он идет от этой земли. Христос открывает Небесного Отца в первой священнической молитве. Прочитайте сегодня, дома Иоанна, 17 глава. Это особая молитва, где Он говорит с Отцом, и Он там говорит такие слова, 26 стих заканчивает эту молитву, этими словами. Я открыл им имя Твое и открою. Да любовь, которую Ты возлюбил, меня в них будет, и я в них, братья и сестры. Это заканчивается первосвященническая молитва. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил откровение Отца через Сына. Поэтому Он молится. Я открыл. Дело, которое Ты поручил, я Его исполнил. Люди знают Отца. Люди знают, к кому обращаться. Дорогие слушатели, дорогая церковь, дорогие друзья, знаете ли вы Небесного Отца лично? Я вспоминаю много лет назад один из наших братьев, позвонил мне по телефону. Говорит, вы знаете, когда я ехал сегодня и слушал Слово Господне, проповедь, Бог по-особому как-то открылся, что у меня есть Отец Небесный. И мое рождение свыше произошло вот в машине. Как-то по-особому Дух Святой вот открыл мне, что я не погибший, что я не потерянный, что у меня есть надежда, что у меня есть Отец Небесный, и я Его дитя. Братья и сестры, это величайшее счастье не просто слышать, не просто знать, а иметь Небесного Отца, обращаться к Нему, приходить к Нему в наших молитвах, прославлять Его. Итак, очень краткий итог. Мы сегодня говорили о том, что Бога, Святого, Великого, Истинного, во всей Его славе и величии не видел никто никогда. И мы говорим истинно так, Иоанн, Аминь. Единородный Сын, который близко находится в общении, в отношениях с Отцом Небесным, в лоне, в недре, который был, есть и грядет, Он пришел на эту землю и Он явил Отца, Его любовь, Его безграничную к нам благодать. Поэтому, дорогая Церковь, пусть Господь благословит, когда мы будем в последующие дни, в последующие служения рассуждать о величии, о приходе Иисуса Христа на землю. Будем помнить о том, что Христос пришел и явил нам Отца Небесного. Пусть Господь благословит нас в этом. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok